Итак, Каны, вот мы пришли на театр военных действий. Что тут было, Шурик, разрушено? Угольник. Угольник? Ну вот, и часть забора, видишь, нехер, она осталась. Ну да. Ну, насколками дома. Нихера себе, нормально так. О-хо-хо, блин. Вот это да. Так, глянь, вон еще на доме чуть-чуть. Ну вот, видишь, там крыша. Ну вот, вот отсюда, видишь, и туда осколки, аж там забор. Нихера, и так Толяну прилетела уж отсюда? Так это все прошило, нихера. Представляешь, какая сила должна быть? Так, глянь, и вон крыша чуть-чуть, вот у соседнего дома тоже раздолбана. Шурик, скажи честно, тебе страшно? Нет. Если честно, мне тоже не страшно. Я даже не знаю, нет, я знаю, чего я боюсь. Инвалидность. Вот, ты вот как будто мои мысли читаешь. Лучше сразу глаза закрыл, не проснулся. Блин, ну вот так ощущение, что ты действительно, это как оно называется, телепатией обладаешь. Хорошо, короче, пилю тебе cool story про Амнопонтян. Короче, как-то я у него прогуливал пары, еще... Да, вон фанеры застелили, вот, хиканы, видно, надеюсь, вам. Так вот, сидела как-то у него в больничке, а звонит ей, звонит ей судмедэксперт, ну, я прогуливал пары, и говорит, ну, Амнопонтян, поехали скорее, там, жмурик у нас один прижмурился, нарик. Говорит, да нет, это не моя компетенция, по другим делам. Она говорит, да поехали, типа не въебуйся. Ну, я думаю, ну, мне тоже надо поехать. А она мне говорит, говорит, хикан, если ты впечатлительный, то нет, не надо на это смотреть. Я говорю, да ладно, я там храбрюсь, все такое. Думаю, что это, если она баба, она может смотреть на трупяков, а нет. Ну, ладно, поехали. Сейчас, возьми, возьми. Ладно, пошли, так по дороге сейчас расскажу, погнали. Так вот, снимем живописные виды дорог, например. Так вот. Смотри, осколки дома, они не прошли, блядь. Ну да, как же они к Толяну-то залетели? Ну, они так, ну, там кирпич, естественно, не пробил. Значит, у меня нет никакой сентра, без прилетей, чтобы дома ничего не осталось. Да ну да, вот, крюпно, повезло. Так еще как-то удивительно, одно окно только вылетело, а там волна такая, блядь, можно были все нахождать. Да ну, если честно, я даже не представляю, как обошлось, так вот, реально. Так оно просто в угольник прилетело, а не куда-то, к ним туда, в теплую постельку. Ладно, короче, начнем с ним. А, и, короче, поехали мы в такие пиздачи, далеко-далеко туда, на Алексеевку, там такой райончик просто охуенный. И что-то ищем там дом, нашли, а в доме там такой антураж. Ну, это как в том анекдоте. Короче, там вообще нет ничего. Ну, может помнишь, что-то старый бородатый анекдот, когда хоронят наркомана, ну и там процессия идет из его коллег. И мать его начинает причитать, вот, на кого ж ты нас покинул, тебя несут, неизвестно куда, там будет темно, холодно, нихера не будет, ни света, ни воды, ни телевизора. А один из его коллег так оживился, говорит, я что-то не понял, это что, его ко мне домой что ли несут? Вообще, ни хера не было, кроме этого, equipment, оборудование, блин. Ну, оборудование там, шприцов, этих пищечных головок, там, не знаю, йода куча. Тогда, в принципе, не был в моде безоморфин, там, крокодил, или как он там называется. Не знаю, чем он там ставился. Так вот, и самое главное, не рассказал. Когда мы уехали, выяснилось, точнее, когда мы уже приехали, выяснилось, что он не совсем умер, этот наркоша. Просто врачи, идиоты, ну, немножко не так поняли. Оказалось, он просто, ага, его парализовало. Они думали, что он, короче, умер. Вот, ну вот, он долго, короче, кололся, остался там, и как-то так получилось, что он оказался парализованным, парализованным, а не умершим. Вот, и мы приехали, а он, глаза открылся, нормально, просто он не двигается. До сих пор, когда рассказываю, у меня руки по рукам, по ногам, по всему телу мурашки идут. Ну, знаешь, вот эти кадры из застенок Саксенхаузена, или там с Дахау, со Свенцима. Блин, он, ну, не знаю, сколько он там пролежал, неделю, или сколько он парализованный пролежал. Но, блин, на нем просто кожа просвечилась, он весь засранный, засранный лежит. Вот, я думаю, вот, блин, не дай бог сейчас прилетит, что-нибудь оторвет мне и бабуле, и будем мы так подыхать просто. Голодной смертью все засранные. А-а-а, блин, вот это, мне кажется, самое страшное, что может быть. Действительно, пусть лучше уж прилетит, и сразу, сразу уже, чтоб наверняка... Но этого чувака, я, конечно, его не забуду, никогда это просто пиздец. Да, Шурик, остаться коллег, и вот это, пожалуй, самое-самое страшное. А так, все остальное, что ли... О, пока пола, блин. Блин, такое ощущение, как будто мне лет 10, и всякую херню снимаю, кока-колу. И знаешь, люди говорят, вот, я там боюсь, мне страшно. Ну, Шурик, ты давно был на какой-нибудь там, не знаю, закрытой вечеринке свингеров, например? Как давно ты трахал лакшери каких-нибудь моделей, там, не знаю, на селебрити каких-нибудь вечеринках? Ты давно бывал? Ну, давненько бывал на яхтах, которые катаются по Средиземноморью, например, с олигархами. Я уже, не знаю, давненько уже, с 2000... с октября 2010-го года, пожалуй, этим не занимаюсь, на свингерских вечеринках. Я уже как-то отвык за все эти годы от этого мощней... от этой мощнейшей роскоши, я уже отвык маленечко. Я уже давно детерминировал мои страхи, вот, вот чего я боюсь действительно отостаться калекой. А все остальное жизни стоит ровным счетом нихуя. И те люди, которые думают, ой, моя жизнь, единственная, неповторимая, я уникальный, она не стоит нихуя. Как барин скажет, он может тебе чего угодно сделать. Хочешь, продай, хочешь, убей, хоть чего угодно сделай. Она как и 200 лет назад, мы такие же крепостные, только с претензией на свободу. Вот и все. Вот и все. Компуктера. 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 Компуктера.